ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для этого необходимо написать заявление, оплатить государственную пошлину, предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья, а также иметь водительское удостоверение на территории Российской Федерации. Сдавать повторно экзамен на права не требуется. Ирина из Енисейска спрашивает, как можно добиться досрочного ухода на пенсию? Досрочная пенсия не гарантируется государству. Предложить ее право, а не обязанность Центра занятости населения. Для того, чтобы Центр занятости населения предложил вам досрочную пенсию, необходимо наличие следующих условий. Первое. Вы должны состоять на учете в Центре занятости в качестве безработного. Второе. В Центре занятости должны отсутствовать для вас варианты трудоустройства. Третье. До постановки на учет в Центре занятости вы должны были быть уволены в связи с сокращением численности штата либо ликвидацией предприятия. Четвертое. До пенсии по старости вам должно оставаться не более двух лет. И, наконец, пятое. У вас должен иметься 20 лет строкового стажа. И только при соблюдении всех перечисленных условий Центр занятости населения может предложить вам досрочную пенсию. Анастасия Железногорская обеспокоена. Я продала машину по договору, написанному от руки. Свой экземпляр потеряла. Новый хозяин не поставил ее на учет и продал другому владельцу от моего имени. Теперь мне приходят штрафы. Как быть в такой ситуации? Новый собственник автомобиля в соответствии с законом обязан в 10-суточный срок поставить автомобиль на учет в органах ГИБДД. Если новый собственник пренебрег своей обязанностью, то вы можете обратиться в ГИБДД с заявлением о снятии автомобиля с регистрации. В качестве доказательства продажи автомобиля вы должны предоставить договор купли-продажи или расписку о получении денежных средств за продажу автомобиля. Если ГИБДД откажет вам снятие с регистрации, то вы можете обжаловать это решение в суд, предоставив иными доказательствами. Надежда из Сосновоборска спрашивает. Я проживаю с мужем 15 лет в квартире, которую он получил в наследство. Недавно мы подали на развод. Имею ли я и наш общий ребенок право на долю в этой квартире? Если квартира получена вашим супругом по праву наследования, то она не может войти в перечень совместно нажитого имущества и, следовательно, подлежать разделу в случае расторжения брака. Соответственно, вы не имеете права на долю в этой квартире. Ваш ребенок, если он прописан в этой квартире, то, в отличие от вас, он имеет без права пользования этой квартиры. Однако, так же, как и вы, не обладает правом собственности даже на долю этого недвижимого имущества. Ирина из Красноярска спрашивает. Я хочу продать квартиру, но есть одно обстоятельство. Мой сын, прописанный в квартире, сейчас находится в тюрьме. Как выписать сына, чтобы состоялась продажа квартиры? Выписать лицо, которое находится в местах лишения свободы, возможно. Вариантов решения вашей проблемы несколько. Первый вариант – это добровольный. Лицо, которое находится в местах лишения свободы, составляет заявление, прикладывает к этому заявлению обвинительный приговор и копию паспорта. Документы заверяются начальникам колонии. Все это направляется в паспортный стол. Либо этот вопрос решается в судебном порядке. Однако, помните, что в судебном порядке выписать лицо возможно, но если квартира муниципальная, то только на срок отбытия наказания. После того, как человек освободится, лицо будет восстановить прописку. Рубрика подготовлена при поддержке Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России.